Всем привет, друзья! С вами я, ваша Соколик. И сегодня я вам буду рассказывать, как преодолеть творческий кризис, если он у вас есть. Ну а если нет, просто слушайте всякие разные интересные истории, потому что сегодня их будет много. Ни для кого не секрет, что творческие люди очень часто страдают депрессиями, какими-то расстройствами. Ну и как бы вообще-то я тоже не исключение. Четыре года назад, когда мне было 20 лет, я открыла свою арт-студию в Киеве. Мне просто хотелось иметь какое-то такое место, где я буду рисовать, и чтобы туда приходили другие люди. Я сдавала эту студию в субаренду, то есть ко мне приходили другие художники. Кстати, некоторые из них тоже на YouTube ведут свою деятельность как блогеры. Так как студия находилась в центре Киева, ко мне приходили эти художники, приводили учеников. То есть в принципе все было доступно. Студия была достаточно небольшая, это было подвальное помещение. И даже у меня здесь вот выйдет сейчас, или здесь, надо запомнить. Я обязательно запомню. Выйдет подсказка. Я снимала когда-то видео с этой студии. Месяц или даже больше, все было хорошо. Собственно, там в принципе немного всего было. Я закупила оборудование, закупила мольберты, краски для мастер-классов, если это были конкретно мои мастер-классы. Я сама не преподавала, но у меня были люди, которые преподавали, которых я приглашала. Значит, в какой-то момент я поняла, что мне просто элементарно не хватает денег на то, чтобы покрыть все расходы, связанные со студией. Я начала рисовать, рисовать картины на заказ и на выставки. Разные у меня были ситуации, выставки. То было все хорошо, люди покупали, то было все не очень хорошо. Были, в общем, всякие разные нюансы. Но суть просто в том, что в какой-то момент я начала жить в этой студии. И я себе купила раскладушку. У меня там еще часто со мной жили какие-то мои друзья, тоже художники. И, в общем, мы вместе тусовались в этой студии. Но, так или иначе, большую часть времени в этой студии я проводила одна. И когда я проводила одна в этой студии время, все больше и больше я уходила в этот творческий процесс. Меньше выходила на улицу, несмотря на то, что студия находилась в центре Киева. И в какой-то момент я начала вообще выходить по ночам за едой и все. А, ну и еще параллельно я снимала квартиру, куда я просто приезжала мыться. И потом опять быстро-быстро собралась и бегом в студию. И так шли месяца. Месяцами я работала, спала, работала, спала. Приезжала домой мылась, потом уезжала, опять работала, опять спала. Устраивала какие-то там выставки. Потом возвращалась опять в студию, опять работала, опять спала. Но в какой-то момент я ощутила, что моя жизнь, она проходит мимо меня. То есть вот есть моя жизнь где-то там, а я сижу в этом подвале, в этой студии и рисую эти картины. И в этот момент я поняла, что нужно что-то менять. У меня было жуткое состояние, честно. Мне вообще ничего не хотелось. В какой-то момент я вообще перестала общаться с людьми. И я как-то закрылась. В общем, была целая история. И надо было это срочно изменить. Срочно. И в тот момент я узнала о методе Диснея. Как обычно, всегда моими учителями стали самые знаменитые и успешные люди. Ну, конечно же. Этот метод придумал не сам Дисней, а психолог Роберт Диллс. Американский психолог, у него куча была книг и так далее. Но Дисней этот метод взял себе как бы на заметку, да, и начал ему пользоваться. И начал этому методу учить, собственно, своих подчиненных. Итак, что же это за метод? Роберт Диллс, ну или Дисней, буду говорить в дальнейшем Дисней, ну, потому что всем более известная персона. Дисней утверждал, что в нас живет три личности. Это Dreamer, то есть мечтатель, реалист и критик. Он также утверждал, что если ваша деятельность никаким образом не связана с творческой деятельностью, или никаким образом не связана с технической деятельностью, так или иначе, или менеджментом, так или иначе, все равно вы в своей повседневной жизни, вы все равно сталкиваетесь с этим менеджментом. Вы ходите в магазин, вы как-то планируете свой досуг и так далее. То есть, так или иначе, все равно это в вас живет. Просто любой талант и любые способности в себе можно развить, если вы уже так или иначе этим как бы пользуетесь. Как пользоваться этим методом? Вы выделяете себе три места. Мне как раз таки вот в студии я себе выделила три места. Лучше, конечно, три комнаты, но у меня не было такой возможности прям целых три комнаты себе выделять. Под каждую вашу субличность выделить то место, которое ей предназначено. Мечтатель — это человек, который производит какие-то идеи, что-то делает, такое вот воображает себе. И вы должны выделить себе время, чтобы дать этим идеям и этим возможностям высвободиться. Потому что они в нас живут так или иначе, с нами происходит какая-то сублимация. Мы так или иначе производим какие-то креативные идеи. И нам очень важно эти идеи освобождать из своей головы, чтобы они потом не переходили во что-то другое. Оно же все равно у нас живет. И я, честно, этот процесс обожаю больше всего, потому что у меня дофига постоянно идей, очень много. И я просто сажусь с блокнотом, с ручкой или с компьютером, не имеет значения. И у меня начинается прям такой мыслительный поток. Я начинаю записывать, записывать, записывать. Здесь очень важно уловить вот этот момент, когда уже все, ты как бы уже устал. Тогда, когда ты устал, я считаю, что для каждого дня нужно определить свою роль. Потому что пока ты не поспишь, ты находишься до конца в этой... Те, кто работает много, да, тебя знают, что невозможно так просто взять, освободиться от своей головы и все. То есть тебе нужно, ну, что ли, как-то отдохнуть. Дальше в игру вступает реалист. Реалист — это человек, который задается себе вопросом. How do I implement that? Как я могу это имплементировать? Конкретно вот эти вот идеи, эти мечтания, которые я взяла оттуда, как я могу это в реальной моей жизни имплементировать, применить конкретно там в моей деятельности, в моем блоге, в моем бизнесе, в моей учебе, там, я не знаю, где угодно, да. Как я могу это имплементировать? Вот. И вы начинаете рассуждать. Ну, то есть, например, я хочу рисовать мультики, в моем случае, да. Я хочу рисовать мультики. Вот я себе там намечтала, какие-то у меня там уже идеи, все это. Как я могу реально взять, где мне взять деньги? Я же не буду сама один мультик делать. Это очень долго. Вот так вот взять, сделать реально классный продукт. И одному человеку это не сделаешь. Это нужна команда. Как я могу, где я могу взять деньги на то, чтобы нанять этих людей и вот сделать вот это вот. Какой будет кассовый сбор и так далее, да. Кому я могу это предложить? Там, возможно, каким-то инвесторам или что-то вот. Кто-то, может, у меня уже есть знакомый. Как я могу это сделать? Или там на ютюбе, например, рассказать, если я этим буду заниматься, да. То есть, вот, это я поделилась своими мыслями. То есть, я что-то себе намечтала, а потом я реально смотрю на вещи, как я могу это конкретно в данных обстоятельствах, как я могу это применить к себе. И следующий момент это критик. Что я имею в виду? Как это примут люди? В общем, есть реалист, да, который реально думает, как я могу это имплементировать. А есть критик, который начинает, как бы, смотреть с другой стороны на всю эту деятельность. Ну, вот, например, я занималась книгами. В какой-то момент я поняла, что, да, я так могу до старости лет сидеть, клепать эти книги. И будет ли это релевантно? Когда лучше, например, на своем примере говорю, когда лучше взять мультик, сделать конкретно один продукт, очень классный, а уже от него танцевать, делать мерч, там, книги, раскраски и так далее. То есть, понимаете, да? Критика это та, тоже та здравая часть, которая стоит по ту сторону реалиста, которая нам говорит, надо это, не надо, что хорошо, что плохо, ну и так далее. Только здесь очень важно, знаете что, не обрезать себе крылья. Потому что, когда вы обрезаете себе крылья, вы как бы начинаете себя приспускать, хотя, возможно, этого вообще делать не надо, или это очень рано. Так вот, я вам недорассказывала про студию. И когда я узнала об этом методе, я что ли вот как-то отошла от этой стороны мечтателя, да? начала реально смотреть на свою жизнь, на свои предложенные обстоятельства в жизни, на много разных факторов, да? Где-то себя критиковать, где-то говорить, ну блин, может, хватит. Да, я приняла решение, что мне нужно поехать в другую страну, получить язык, устроиться на работу, потому что это же всё стоит финансов, да? Меня родители вообще уже давно-давно не содержат, очень давно. Я с 11 лет работаю 17 и вообще живу одна. Так что вариантов надеяться на родителей у меня точно 100% не было. Я понимала, что мне нужно что-то сделать другое, для того, чтобы расширить свой кругозор и понять, что мой мир, он не ограничивается только на картинах, мой мир не ограничивается только на этой студии. Я хочу сделать что-то большее и что-то такое, что действительно имеет ценность. Вот так вот. В общем, всё, друзья. Спасибо всем за внимание. Я жду ваших комментариев, лайков. Ну и до новых встреч. Всё, пока!